ребятки привет короче наблюдаем шоу световое бесплатное которое нам природа предоставляет короче говоря на нас идет торнадо ну точнее найдет на центр дала сам это живем стороне а торнадо идет на даллас вот туда вот и уже сообщили нам везде что штормовое предупреждение на них какой-то большой будет град идти туда странно то что нет звука от грома вообще то есть мы наблюдаем вот это вот шоу до световое бесплатное в это время сейчас идет на ю тубе живой радар который рассказывает конкретно куда движется торнадо и что там происходит с той стороне люди пишут что кто живет ближе они говорят просто вообще ужасность да все ощущается они сидят в комнатах да и за окном просто светло становится при каждом вот таком разряде молнии я решила выйти посмотреть и реально то есть у меня из окна не видно этого ничего пришлось подняться в гараж парк и паркинг гараж на пятый этаж на последний этаж из отсюда снимать здесь видно хорошо непонятно только то почему нет грома то есть при таких раскатах молнии до разрядов мне не должно по идее по идее должен должен же слышится гром быть раскаты и я не думаю что мы настолько далеко находимся чтобы не слышать раскатом если бы они были ну такое впечатление что их нет писец цирки же творится и вот это вот угроза торнадо она значит идет сегодня до геноцики вечера сейчас 10 но явно что наша конкретно местность уже вышла из этой зоны она идет в сторону реально самого как бы центра далласа и завтра потом какой-то будет и круг что ли я не знаю непонятно как там проходит циклон но завтра с обеда опять начинается уже в нашей стороне и целый день у нас до вечера будет штормовое предупреждение и возможно как говорится торнадо на граунд это означает что при заземлении торнадо может заземлиться и коснуться земли в каком-то месте говорят что будет очень сильный град больших размеров и ожидается что вплоть до того что бейсбольный мяч размере это где-то 4-5 сантиметра в диаметре не знаю насколько это реально ну 2 инча 2 инча то где-то 4 сантиметра то есть это очень большой град значит соответственно будет очень много разрушений крыжи будут побиты и так далее вот я говорю все время вспоминаю про эту сказку про трех поросят до ниф-ниф наф-наф я собираюсь сделать видео ближайшие дни по поводу того как прошли прошли какие огромные торнадо у нас здесь рядом в оклахоме в северной части далласа в оклахоме и небраски в небраске уже по всем каналам показали а в оклахоме вот прямо рядом недавно совсем прошел позавчера там даже человек один погиб очень сильные торнадо разрушения очень сильные были я хотела записать показать сколько торнадо какие разрушения но ребята там эти городки сметены вообще полностью под под 0 и когда смотришь видео с дрона до вот этих разрушений то у меня вот кроме как воспоминания про сказку 3 поросенков никакого больше нет говорил же вам это это ниф-ниф наф-наф и нуф-нуф да что нужно строить домик из камня из камней из кирпичей да они не стройки с фанеры не стройки с бумаги нет они строят эти фанерные картонные коробки которые называются торнадо магнит это означает магнит 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 торнадо магнит то есть эти дома они просто притягивают к себе эти торнадо вот и соответственно разрушение этих домов проходит происходит до основания то есть ничего не остается дома потому что там картонные стены ну то есть если представьте если рама сделана из просто деревянных досок из досок да извините иногда вот так вот висит у меня в воздухе знаю как сказать по-английски хочу это бы for frame is to buy for и ламбер и я не могу вспомнить как это по аналогии сказать на русском так что извините 25 лет сша сказывается в общем из досок когда построен или балок вот из балок построен каркас а снаружи все это просто обшито ничем иным как playwood это сейчас скажу фанерой такой специальной толстой а потом сверху это просто заштукатурена стак она называется либо допустим в пол кирпича просто обложена некоторые просто сайдинг обычный сайдинг вообще виниловый сайдинг и между стенкой в доме между комнатами перегородки сделаны просто-напросто тоже вот из из балок в деревянных и сверху обшиты просто гипсокартоном но что это такое конечно таки а торнадо очень сильно увеличилась их количество и интенсивность этих торнадо очень сильно увеличилась то есть уже идут категории f5 категории 5 раньше они вроде говорили что их вроде как и не существует этих f5 а теперь уже стали идти в 5 то есть это самая последняя категория 300 километров час был ветер вот когда в этом разрушила весь город смело в оклахоме 300 километров в час это очень был сильный ветер что делают в американцы в таких случаях значит если у людей не вырыт подвалов здесь нет я об этом говорила в других видео мы посмотрите что подвалов в техасе и в оклахоме и принципе как таковы подвалах нет потому что земля она состоит из глины и слои этой глины и такие подвижные слои двигаются туда-сюда поэтому не стол никто здесь не роет подвалов они как бы не выдерживаются даже фундаменты у домов которые фундамент прямо стелется как бы на поверхность земли то есть на поверхности земли рамками и такими делается как бы форма и в эту форму заливается ну допустим там сколько 15-20 сантиметров бетона это вот ваш фундамент на него строится вот это вот каркасное сооружение из балок которые обиваются фанерой вот ваши дома они стоят сша под 500 тысяч долларов если вы хотите построить дом из всего кирпича с целого то это будет стоить миллион долларов никого таких денег нет поэтому строится все из фанеры не потому что вот эти все домики которые вот здесь вот показаны да они точно также построены то есть это построено на деревянном каркасе обито фанерой плыву да а сверху обложено в пол кирпича если обойдете сзади домов этих с той стороны они все просто сайдингом сделаны винил виниловым сайдингом то есть если придет торнадо эти дома спокойно снесется и мякнутся они стоят на просто на фундаменте который ну как такового фундамента нет то есть прямо на земле это все стоит из фанеры все это художество и хорошие торнадо если придет тут ничего не останется ни рожек ни ножек от этих домов это просто снаружи для красоты этот пол кирпича это для красоты сделано реально все это сделано внутри с фанеры вот так вот и вот вам не сниф и ноф-наф ноф-наф а ну значит значит смотрите если у вас нет подвала у них в техасе нет подвала то в оклахоме где нигде и в техасе если это совершенно такая вот ровная местность за городом в основном ровно ровно месяц они там еще уроют тебе shelter это убежище такие роется такое убежище обычно продается в магазинах тысяч 5 это долларов стоит от 5 до 10 тысяч на сколько человек вы хотите там допустим от 3 человек до 8 человек этот shelter то есть она состоит внутри как бы такого вот из пластика как бы сделано а снаружи допустим это железная такая хрень и его вкапывают землю бывают люди сами себе строят бетонные да из бетона там делается каркас заливается и закапывается все это дело в бетон но в последнем вот торнадо которого клахоме было там у них практически вырвала дверь в этот подвал вырвала практически торнадо вырвала дверь хотя дверь была цепью очень толстой замотана и закрыты люди которые там сидели их практически ну уже буквально их начала высасывать вот когда ее торнадо он называется сакин эффект он высос засасывает в себя и а в небраске двух мужчин засосало торнадо они показывали как у них спины все побитые пошкарябаны в общем наверно тяжелые такие были что они выпали из этого торнадо но и за собой сказали что высосало из дома вот так было сказано что этих мужчин высосало из домов дом разрушила крышу смесло их высосало торнадо из домов с пошкарябанными спинами они опять-таки я когда буду делать видео обзор про торнадо я покажу этих мужчин это американское телевидение показывала вот а здесь значит вот например далось сюда у нас тут не подвалом ничего нет и шелт специально убежищ нет люди говорят идите в магазин магазины такие же построены из коробок это только если какие-то офисные здания или вот как вот этот вот гараж на котором я стою это верхний этаж 5 но там четыре этажа вниз они хотя бы бетонные то есть такой бетонный как бы гараж многоярусный до парковочный гараж в котором пять этажей тут ничего не будет то есть можно укрыться в этом гараже во всяком случае на первый этаж допустим забежать или там на второй и между этажами большие бетонные перекрытия я думаю что торнадо не возьму ничего не сделать а вот такие вот дома которые просто обложены кирпичом им конец а если вы в частном секторе да допустим если ты живешь частном доме вот я прожила мы прожили семьей много лет в техасе и много торнадо пережили ой какие прям яркие сполохи там что-то прям интенсивное туда идет вообще весь день очень сильно жарила где-то 32 градуса было жары такой прямо воздух был знаете очень такой мокрый вот жарит испарение идут и чувствуется прямо что воздухе прямо влага потом они сказали что была влажность 95 процентов а сейчас прямо очень сильно похолодало я думаю что 62 градуса это ну градусов 20 наверное да где-то до 20 градусов упала с 32 потому что вот она туда пошло и сразу вот это вот циклом весь он резко температуру понизил во все круги а над нами звезды над нами чистое небо вообще везде чистое небо вот это все далласовские виды хорошо можно видеть отсюда вот видите все те небоскребы туда по моему сторону аэропорта а это идет вот с северный даллас на сторону северного далласа это там она вот что ну там идет непонятно но говорят что два или три торнадо ожидается что они коснуться земли они приду приземляться да то есть будет торнадо на земле и тогда уже начинается этот сам вихрь к вихрь который затягивает дома в себя так вот если вы частном секторе и у вас нет вот не гаража там этого вот такого большого никаких других сооружений то вам предлагают делать в две вещи первое это спрятаться в ванной и накрыться матрасом то взять кровати большой толстый матрас лечь на дно ванной желательно чтобы то ванна была естественно первом этаже и залезть с детьми в ванную хорошо если у вас несколько ванных допустим есть что туда есть залезть куда вы допустим и там вдвоем втроем залезли в ванную и сверху вам нужно положить на себя матрас с кровати снять матрас большой толстый матрас и накрыться и особенно если два этажа дома он обрушится то вас потом смогут вытащить потому что вот этот матрас он как бы вас защитит крайнем случае залезть под какой-то стол желательно такой хороший толстый стол и под ним сидеть надеется что же что у вас потом завалы разберут и вы под этим столом сохранитесь еще варианты есть любую комнату в которой нет окон дверей обычно под лестницей под лестницей есть либо кладовки либо ванны и это обычно находится в центре дома мы сидели часто с сыном если например мужа не было или дочки старше не было мы сыном сидели там собака была с нами у меня был телефон с батарейкой с собой набирали подушек одеяло откладывались и сидели в этом маленькой ванной под лестницей или в кладовке сидели ждали когда это все пройдет потому что если есть окна возможно что в окно может попасть какой-то тяжелый предмет у некоторых людей видела в небраске тоже вот умные люди строитель мужик представляете строитель мужик у него мебель стояла на патио железный стол и железные кресла ну что эти огромные железные кресла прямо ему в окна по покидала побила окна у него такие были знаете как они называются такие раздвижные двери окна до пола такие вот видовые да и ему разбил эти окна и туда те железные стулья швырнула но вот как бы вроде мужик строитель американец вообще не подумал о том что идет если шторм то тебе эту мебель в первую очередь в окна и и бросит я помню когда у нас были вот предупреждение что идет торнадо первым делом что мы делали вот эту всю мебель там лежаки на которых мы загорали допустим там столики эти все какие стояли все это затаскивали либо в гараж либо все это накрывалось и специально и такая вот брезентовая как бы покрытие все это сверху заматывалась уматывалась и вся мебель как бы связывалась в одну стопку и накрывалась вот этой вот брезентовым покрытием чтобы она не разлеталась по заднему двору и не ударила в окна особенно у нас полностью стена была в зале стена была от пола до потолка с раздвижными там шесть раздвижных панелей было то есть модерновый был дом и туда могло бы вот любое кресло любой стул если вам попала это бы зеркальные двери высокие такие они бы разбились мгновенно поэтому особенностью в сезон несколько таких штормов то это знаете выскакиваешь побежал собрал все сложил замотал этим брезентом через там полчаса все закончилось брезент снял размотал мебель расставил и вот это вот туда-сюда упал отжался упал отжался течение лета там или весны то постоянно вот такая была морока поэтому я как бы рада что этот дом модерновый мы продали в конце концов то что это на самом деле опасно вот такие окна имейте до самого пола то что что угодно туда может залететь значит вот вот так вот и спасались да я вообще вспоминаю как бы много случаев таких было что мы с высаживались с подушками с одеялами собакой со свечками с фонариками на всякий случай но свет редко отрубала на самом деле потому что очень часто электричество проложено в новых районах под землей поэтому как бы правда не обрывала вот но бывали такие дни что допустим там могло под станцию какую-то попасть где-то электричеством и молнии еще что-то и на какое-то время свет отрубала вот ничего как бы нам не но ничего такого с нами не произошло но часто случаи бывали такие в далласе что либо молния попала в дом и он сгорел опять таки повторяю что дома из картона сделаны то что он обложен кирпичом снаружи не мешает ему гореть очень замечательным образом если попало то дело в крышу крыши здесь сделаны шинглз шинглз это вот асфальтовые такие пластинки до чешуйки такие асфальтовые и молния через них проходит спокойно все это загорается чердак весь из дерева и весь дом из дерева внутри еще дома горят как бы не было сезона чтобы где-нибудь в округе не сгорел дом от молнии во время торнадо вот часто еще бывает торнадо выкорочевывает аля пламывает большие деревья и деревья падают на крышу вашего дома но не моего чего-нибудь и тоже соответственно пробивает эту крышу и на вас падает этот огромный град с дождем потом потолок обваливается в общем очень большие проблемы когда идут вот такие вот там всякого рода грады торнадо так далее техасе они значит продолжают и вообще в америке очень интенсив количество и интенсивность увеличилась как я сказала дошло до того что категории f5 это уже 300 метров километров в час скорость ветра это не видно конечно силой разрушения просто нереальный происходит после этого москве я слышала что пошел снег 8 мая тоже ничего интересного в краснодаре мне папа сказал что резко похолодало уже был обрезан у них виноград вот и вдруг такое похолодание пошло которое просто ну как бы он горит виноград не пропал что я улетала 18 апреля из из сочи было 32 градуса тепла а потом резко похолодало но тоже вчера было это вчера что-то плюс 15 плюс 16 но как бы не не жарко совсем а ночью даже там было плюс 6 всего на все плюс 5 для винограда это уже было слишком холодно вот ну прилетела в техас тут соответственно сад тоже каждый день то штурмовое предупреждение то какие-то там игра заливала пол хьюстона там плавают на байдарках уже все людей залило по крыше вообще вот настолько воды много от речек которые вышли с берегов вообще в этом году я повторяю еще раз апрель и май нереально влажный для техас это не нормально вот я думаю москве снег 8 мая тоже не нормально вот с погодой очень все дело печально конечно наши конспирологи местные говорят что это модификация погоды это делается искусственно но я честно говоря не верю я думаю такими масштабами модифицировать причем параллельно везде то есть дубай залило москве снег фьюстоне потоп этот бразилии сейчас потоп то же время нереальная жара в азии везде и в индии они в школе уже бассейны там в одном из классе организовали дети у них бассейнах там в индии сегат китае тоже залило пролило прорвало дамбы какие-то тихо залило по это путин там где-то в томске там это вот там вот про засеку вы посмотрите что что происходит в техасе хьюстоне хьюстон вот плавает под водой до крыши все по заливала там тоже зверей и лошадей пытались спасти лошадей кололи какими-то там уколами чтобы их этот на лодках вывести дом я смотрела видите что творится то есть погода они улучшаются я сторонница теории что происходят какие-то катаклизмы планетного масштаба каждые 300 400 лет поэтому у нас там пирамиды всякие в каких-то джунглях постоянно находят никто не знает откуда они взялись и куда ли люди сиделись вот какие-то там всемирные потопы какие-то плавленные города в пустынях и далее вот я верю в то что происходит какой-то сдвиг именно в магнитных полях земли электрические какие-то поля и потом начинаются вот такие вот интенсивные природные явления как торнадо вот эти вот молнии так далее заканчивается все это большим бум-кабум и все это короче бы бум одновременно по всей земле ну где-то более сильно где-то менее сильно происходит как это глобальная катастрофа люди откидываются на какой-то там за назад и начинается все снова как бы цивилизация начинается снова это не из-за того что там грехи какие-то там наши не за того что там бог на нас гневается это просто структура вот этого физического как бы мира в котором которая полу симуляция полу может быть плохо построить не доработали что на каждое 300 400 лет перезагружается как компьютер знаете как бы надо перезагружать вот и я как бы вот я из тех которые припоры называются у нас в америке приперс это готовится к чему-то такой вот катаклизме очередной готовится запаса знаете там соль спички вот это я такая белка у меня там консервы там патроны и ружья все запасенном припросе но припрятана прикопано раньше в горах вот это все дела на случай выживания ну я конечно надеюсь что мы успеем до катастрофы перебраться в россию мне кажется там будет поспокойнее в техас что это вообще в америке это вообще еще если долбанет калифорния там где вот этот сан-андреус разлом идет где там плиты эти землетрясения будет но америке вообще там этот вот если ты так его эдгард кейси да вот это известный предсказатель вот он вообще говорил давно что америку там развалят но катаклизмами именно разорвёт там калифорния под воду уйдет в общем-то только центральная часть америки вот техас оклахома мизури вот там только это все останется остальное там что-то на флорида под воду уйдет калифорнии там бесец полный будет вот поэтому надо жить подальше от океанов поближе к горам если будет какое-то наводнение то там будет проще спастись и запасаться как бы такими вот сухими пайками и семенами на случай значит очередной катаклизмы где нам придется начинать как но в новом камчеге все заново вот но я ребят читам грустные мысли навела как бы не хочу больше вас пугать может быть все обойдется в этот раз это с другими цивилизациями все было плохо на наш это выживет да особенно какие мы хорошие у нас лгбт трансгендеры так далее верите что если это без какие-то верхние силы то им наверно тоже это не понравится что-то эксперимент не удался да наверное давайте-ка мы его обнулим вот на этот веселой ноте пойду послушаю новости на такое впечатление что это вся хрень движется на нас вы не заметили что вроде ближе стали эти молнии да то я начинала смотреть дальше было а теперь вроде как ближе ко мне и более интенсивно то все дело происходит видите что творится и холоднее становится и вот чувствую что знаете прямо вот реально чувствуется воздух холоднее холоднее становится мне кажется что вот эта вся красота движется в мою сторону не от меня она меня вот потому что такая интенсивность что-то в мою в моем направлении меня как-то вообще не радует те же творится главное что нет грома это очень странно то есть этот шум который мы сейчас слышим это самолет летит вот вы видите в камере видно что вот или кит самолета от него гол идет то есть самолета слышно гол а от этих огромных раз этих саморскатов молнии никакого грома нет стреляйте по-моему сирена начали где-то быть такой шум стоит как будто вы знаете как будто как будто сирена может не послышалась песец ладно ребятки надеюсь что я не попаду в эту переделку и это все пройдет мимо нас либо не дойдет до нас вот эта вся красота я рада что мне сейчас нет частного дома вот в районе далласа и на мою голову на мою крышу не упадут градины размером с бейсбольный мяч вообще ничего приятного вообще бизнес вот это ребята которые крышами занимаются у них бизнес конкретный это же стабильно крыши приходится менять пол далласа каждый сезон ладно надеюсь посмотрим этот аппарат победы а у нас только вечер 8 мая и вот такая такая красота происходит с наступающим всех праздников у кого 9 мая уже с праздником победы вот слава нашим дедам героям которые все это сделали защитили нашу страну и весь мир от фашистской агрессии у меня оба деда воевали один марфлоте другой был разведчиком и у моего деда разведчика были обмороженные уши когда была маленькая я не могла понять что у него с ушами такие были странной форме уши а потом бабушка мне сказала что дед был разведчиком и много часов приходилось ему сидеть в снегу белом халате маскалате они в снег зарывались чтобы не видно их было и вот это вот долгое наблюдение за врагом снегу вот он отморозил уши вообще себе вот этим вот делом но умер он молодым естественно второй дед служил морфлоте и ночам сколько я его помню по ночам он просыпался кричал что караул горим и прямо скакивал кричал на весь дом караул горим и бабушка мне сказала ты не пугайся где-то боевал и в общем много очень у него было наград я помню как мы с ним ходили на 9 мая на парады все которые говорят что это праздник скорби ску скорби сейчас подожди по русски вспомню праздник скорби праздник скорби и что радоваться не надо то неправда деды наши которые воевали вся грудь в орденах все ходили на парад и возлагали мы цветы всегда памятнику на станице было пять тысяч человек станицы из них 600 человек погибло это очень много для станицы не было ни одной семьи в которой бы не погибли родственники вот у меня два дяди погибли ну как два дяди папа дедушки да то есть дедушкины братья 2 брата погибли дедушка вернулся но это он был весь в осколочных ранениях у него в животе были такие вывернутые куски мышц ну как вот не знаю как объяснить но не гладкая кожа такие прямо знаете ну как вот и даже не шрамы как выемки то есть это там где была вырвана кусок тканей и у деда весь живот было таких вот ранениях скажем так да и соответственно отмечали 9 мая всегда вся семья собиралась и отмечали парады были и цветы и все а потом естественно ну выпивали за память те кто им кто не дожил вот но это был праздник со слезами на глазах и вот это вот не братья которые рассказывают что это праздник скорби мы не должны значит радоваться что ветераны никогда не отмечали это неправда ветераны отмечали ну конечно же всегда мы но я помню что старшие да там взрослые всегда рюмку водки выпивали за память о памяти никто не вернулся на кладбище ходили там сидел дед на кладбище кому те кто не пришел его друзья погиб вот тяжелое конечно вот время было оба деда уже у меня погиб но уже умерли молодом возрасте оба деда умерли потому что тяжело было им они долго не прожили даже после того как что они выжили эту войну да но тем не менее они оба тяжело очень эмоционально физически были ранены и долго не прожили я была еще маленькая не умерли мне было лет наверное 13 14 то есть я еще хотя бы какое-то время прожила помнила свои дети я мой младший брат уже он очень мало их помнил когда они умерли было года четыре наверное то есть он мало с ними время провела я еще могла послушать рассказы дедов как они служили что было время войны извините что я перешла на грустную тему у нас всех с праздником с 9 мая уран товарищи пока